Всем привет! Вы на канале GameDoc. Ну что, прошла неделя и давайте посмотрим на последние новости по мобильным играм. Готовится к релизу новая мобильная MMORPG RuneScape Mobile. Игра создается на основе олдскульной игры RuneScape и это получается ее улучшенная версия будет. Дата релиза планируется на 17 июня. В игру можно будет играть на iOS, Android и даже есть намеки, что появится ПК-клиент. В данный момент можно пройти предварительную регистрацию в App Store и Google Play. 1 декабря 2020 года на азиатском рынке вышла мобильная экшен-РПГ My Hero Academia The Strong Hero. И вот в этом году в мае компания FiniNations и Sony решили издать игру на Западе. Игра обладает интересным оригинальным сюжетом, открытым миром, кооперативные миссии и PvP. Играть можно будет на Android и на iOS. Также на этих платформах сейчас можно пройти предварительную регистрацию. Что такое Albion Online, я думаю, рассказывать никому не нужно. Все прекрасно знают эту игру. Игрушка вышла аж в 2017 году на PC. И вот наконец-то в 2021 году мы сможем поиграть в ее на телефонах. На этой неделе в Германии уже состоялась ОБТ на iOS. А релиз планируется на лето 2021 года. Уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию на Google Play и App Store. На этой неделе состоялся релиз мобильной ММО РПГ For Gods M. Игра сразу вышла на iOS и на Android. Если оценивать графику, то все смотрится даже неплохо. Но если мы будем оценивать игровой процесс, геймплей, то здесь совсем ничего нового. Очередной клон азиатской мобильной ММО. Мне кажется, у людей уже рвотные рефлексы от этих игр. Смотришь красиво. Начинаешь играть интересно. Поиграл 2-3 дня, стало скучно. Играть без доната невозможно. Две недели поиграл и удалил. 27 апреля 2021 года запустили закрытое бета-тестирование в Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппинах. Новый мобильный ММО РПГ Perfect World Revolution. Ну, я, наверное, поспешил сказать «новый». В кавычках «новый». Как я только посмотрел на геймплей, у меня сразу появился вопрос. Зачем? Зачем это делать? Зачем такую игру выпускать? По факту это просто Perfect World Mobile только в вертикальном виде. ММО РПГ в вертикальном виде. Что? Зачем? Чем они думали? Это фиаско. Даже комментировать нечего. В мобильной ММО РПГ Black Desert Mobile вышло обновление. С этим обновлением добавился новый персонаж. Девушка с кинжалами, которая обладает быстрыми атаками Каноичи. На прошлой неделе я вам уже рассказывал, что ведется разработка к мобильной королевской битве Apex Legend Mobile. И вот уже на этой неделе, 27 апреля 2021 года, в Индии запустили ОБТ. Также в конце мая ОБТ еще запустится в Филиппинах. Поиграть только можно на андроиде, для iOS такой функции пока что нету. Информации о ОБТ в других странах нету, информации о релизе тоже нету. На этой неделе подкатили свежие новости по мобильной ММО РПГ Один Валхало Райсин. Разработчики на своем ютуб канале выложили полную версию вступительного ролика. Также выложили небольшие видео, в которых показали игровых персонажей. В игре на старте будет 4 класса. Варьер, Сорка, Рога и Прист. У каждого класса будет 2 ветки развития. Вот допустим у Воина это или с двуручным мечом в качестве ДДшника. Или со щитом и одноручным мечом. Это в качестве танка. Или допустим Рога. Может использовать кинжалы и также может использовать лук. То что в игре есть разделение на саппортов и ДДшников. Есть полноценный танк, есть полноценный хиллер. Это вселяет большие надежды на то, что будут интересные подземелья. А не просто через автобои и примитивное убивание босса. Следующая новость. На официальном сайте открыли предварительную регистрацию. За это на старте можно будет получить небольшие бонусы. Также можно принять участие в конкурсе, где можно выиграть ноутбук, телефоны и какие-то купоны. Но это все добро для корейцев. И вот самая интересная новость. Если посмотреть на игру в Apple Store, там указана примерная дата релиза. И это получается 30 июня 2021 года. Состоялся анонс новой мобильной MMORPG Crystal Hearts 2. Разработкой занимается NetMarvel, а изданием Lion Games. Это продолжение оригинальной мобильной RPG Crystal Hearts, которая вышла в 2016 году. В игре нам обещают уникальную игровую механику, что конкретно пока что непонятно. Точной даты релиза нету, но глобальный запуск планируется в 2022 году. На этом, ребята, все. Это все новости, которые я нашел за эту неделю для вас. Если вам видосик понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можно и копеечкой помочь. Ссылка есть в описании. Все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok